Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Из-за таких переменных, как течение, соленость и плавучесть, проектирование подводных роботов обычно намного сложнее, чем проектирование их наземных собратьев. В результате нередко приходится проходить через множество прототипов, каждый из которых обладает функциями, которых не хватало его непосредственному предшественнику. Этот процесс не только дорогостоящий, но и может занять слишком много времени. Когда команда во главе с профессорами Массачусетского технологического института Войцехом Матусиком и Даниэлой Русс решила создать морскую звезду с мягким телом, они разработали систему моделирования на основе машинного обучения, которая призвана значительно ускорить процесс разработки. Основываясь на требованиях ученых, эта система создала компьютерную модель, иллюстрирующую, как такой робот может быть сконструированный и как он будет плавать в будущем. Матусик, Рус и их коллеги приступили к быстрому изготовлению первоначального прототипа на основе этой модели. Когда этот робот был протестирован в резервуаре с водой, данные о его производительности были переданы обратно в компьютерную модель для дальнейшей оптимизации. Двигаясь взад и вперед таким образом, команда смогла создать функциональный продукт за считанные часы, при этом было создано всего несколько прототипов. Текущая версия робота-звезды имеет мягкий силиконовый корпус, а также один маломощный двигатель, который соединен с сухожилиями на каждой из четырех ног бота. Поочередно сжимая и отпуская эти ноги, робот может тихо и эффективно плавать по воде. По мнению исследователей, компьютерная модель обеспечила важные конструктивные особенности, которые, вероятно, были бы упущены людьми. С помощью роботов-морских звезд мы узнали, что, помимо тех довольно заметных движений лучей, о которых мы были в курсе, существуют также более тонкие высокочастотные движения, которые могут придавать звездам важный импульс во время перемещения, пояснила аспирантка Джозефин Хьюз, которая является соавтором статьи-исследования вместе с аспирантом Тауду. В конечном итоге робот может питаться от бортовой батареи и быть оснащен такими датчиками, как камеры для сбора океанографических данных. И вскоре к нему могут присоединиться роботизированные морские черепахи, скаты-манты и акулы, развитие которых также планируется с помощью новой системы моделирования. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.